Привет, хардкаверяне! С вами канал Хардкавер! Приятного просмотра! Спустя некоторое время мы с вами возвращаемся к истории жизни Хоукая в комиксах. Если вдруг вы пропустили ее эпичное начало, то всегда можно глянуть прошлый ролик по ссылке в описании. Поехали дальше! Тем временем в 616-й вселенной во время события Avengers Disassembled Брайан Майкл Бэндис убивает вернувшегося ко Мстителям Клинта Бартона. По итогу лимитки House of M супергероям удается таки вправить мозг Ванди Максимов и та в более-менее приемлемом виде возвращает все обратно. Правда, при этом она лишает большую часть мутантов своих суперсил. Бартон же просыпается вполне живым на остатках особняка Мстителей, оставляет свой костюм и исчезает. Своеобразная мантия Хоукая переходит к Кейт Бишоп. В Marvel же в этот момент продолжается череда экспериментов. После смерти Стива Роджерса Железный Человек пытается убедить Клинта занять должность капитана Америка. Young Avengers переубеждают Бартона в том, что так уж необходимо принимать на себя такую ответственность. По итогу щит уходит к Баки Барнсу, Зимнему Солдату. Бартон же обретает новый облик, Ронина, образ которого очень полюбился фанатам. Но его опять засовывают в команду к New Avengers. В дальнейшем в Marvel наступает Secret Invasion. Во время этого события Клинт подбирает лук, брошенный раненой Кейт Бишоп, и вступает вместе с другими героями в бой, тем самым возвращая себе звание и образ Хоукая. По итогам этого события Marvel воскрешает из мертвых часть героев. Дескать, это были Скруллы, а сами герои были похищены. Таким образом, Бартону вернули его жену. Вместе они стали участниками Secret Avengers. Наступает 2012 год. Последствия Civil War и Dark Rain отброшены. А за Хоукая берется Мэтт Фрэкшн. Именно он наконец переписывает персонажа, давая ему подходящий сеттинг. По сути, Мэтт занимается деконструкцией. Клинт наконец-то перестает быть глобальным персонажем и по большей части решает местные локальные проблемы. Он опускает Хоукая до стрит-левел уровня. И это просто то, что Доктор прописал. Именно это было нужно персонажу все эти годы. Следить за тем, как Клинт сражается с русской мафией и защищает жителей своего дома, по-настоящему интересно. Кейт Бишоп также приобрела куда больше шарм под пером Мэтта. Именно дуэт Фрэкшн и Ахи вдохнул жизнь в персонажа, сделав его по-настоящему популярным и интересным. В том числе на это повлиял дизайн от Ахи, который наряжал Клинта вместо циркового костюма повседневную одежду, лишь стилизованную в цветах героя. Но, к сожалению, Марвел не слишком долго придерживались этого настроя и запихнули Хоукай в Civil War 2, где он как бы убил гребаного Халка. Сверчки вернулись. Я-то думала, что выгнала их из дома. Последним же стоящим обсуждением пунктом можно считать Хоукай Free Fall, открывший это десятилетие. Мэттью Розенберг, писавший эту историю, сделал все по заветам Мэтта Фрэкшна, добавив щепотку абсурда. Здесь Бартон с помощью чего-то типа Машины Времени охотится на преступников в образе Ронина, а затем уже в образе Хоукая создает себе алиби. Идеальное преступление. Розенберг всячески подчеркивает приземленность персонажа, что никто его всерьез не воспринимает как Мстителя и стрелы после боя приходится собирать. Главным врагом в этой лимитке оказывается Паркер Робинс, он же Худ. В конце истории Бартон убивает Худа, выпрыгивая с ним из окна. Злодеи, нанятые Робинсом, отказываются добить Клинта, мотивируя тем, что он теперь один из них. Скажу пару слов и о выходящем сейчас сериале. Да, тут будут незначительные спойлеры, так что можете закончить просмотр этого ролика примерно здесь. Соколиный глаз не войдет в список моих любимых творений по супергероике. Он на две, а то и три, а то и пять. Голов ниже того же Ванда Вижн, который я вообще считаю чуть ли не шедевром последнего времени. Ну, конечно же, после продолжения Твин Пикса. По мере развития сериала сюжет становится все банальнее. Это принято у Марвел, они как будто бы работают по одному и тому же шаблону. Хотя, отчасти это правда, что уж там скрывать. Итак, спойлеры начинаются прямо здесь, через три, два, один. После многочисленных экшен-сцен со взрывами Бартон теряет слух, и ему приходится носить слуховой аппарат. Герой продолжает чувствовать вину из-за смерти близкой подруги Наташки, которая погибла во Мстители Финал. Их пути с Кейт Бишоп, вторым главным героем истории, тупо пересекаются, так как судьба и сценаристы так пожелали. Динамичному дуэту будут противостоять тупые русские бандиты, глухонемая, одноногая девочка по имени Эхо, которая при всех своих недостатках смотрит на тебя так, будто ты, именно ты, слил ее интимные фотки в сеть. Тут есть даже сам Кинг Пин в исполнении Винсента Д'Онофрио. За последнего я даже рада. Исполнителю роли Уилсона Фиска было сильно обидно, что сериал «Сорви голова» от Нетфликс был отменен, и что теперь ему не продолжить отыгрывать злодея в будущих проектах. Но, видно, Файги услышал мольбы фанатов и прикрыл его своим марвеловским крылом. Ой, хоть что-то приятное я из сериала вынесла. Что еще раздражает? Это постоянные гримасы Хейли Стейнфилд, играющие в сериале Кейт Бишоп. Она очень красивая девочка и невероятно талантливая, если вспомнить прошлое ее работы. Но здесь, на Дисней Плюс, как будто бы планка немного ниже, и можно просто подурачиться вместо нормальной актерской игры. После всего увиденного я подумала, может, Танос действительно был прав? Может быть, миру нужно очищение? Хотя бы от таких сериалов, которые, кроме фан-сервиса и постоянных отсылок, ничего не могут тебе дать. История могла стать более личной и глубокой, однако попытка сыграть в драму быстро обернулась просто в фарсовой комедии с обилием гэгов, шаблонов, типа «Привяжем-ка мы хаука и к игрушечному коню». В общем, первостепенной задачей авторов явно было не то, чтобы больше рассказать о Бартоне и его жизни вне мстителей. Мой итог таков. Смотреть на свой страх и риск, отключив предварительно мозги. Честно говоря, таким способом многое можно и смотреть, и читать. Найдите, где у вас там кнопка отключения мозга. Очень помогает по жизни. Хей, наверное, я должен высказать альтернативную точку зрения, но так вышло, что у нас с Харди в нашем тандеме, как правило, мнение сходится. Главная проблема сериала для меня – его бездушность, как и в принципе всего Дисней Плюс. Авторы смогли мастерски перенести стиль и декорации, но и совершенно не поняли, о чем это было. Все прямо кричит «Хей, посмотри, ну почти как у Фрэкшна, мужики в спортивках, ну мы Хейли взяли, она клевая, отсылочки, мы должны тебе нравиться». Но за всем этим лоском и деньгами пустота. Сам сюжет во многом был создан скорее, чтобы подвязать некоторые события и сделать фундамент для новых проектов MCU. Так к нам с Нетфликса переехал Кингпин, и не он один, правда, в другом проекте. А в актуальный таймлайн была введена Елена Белова, и уже сверху на это решили накидывать сюжет. Ну и эхо – это какой-то позор. Из неплохого персонажа сделали образец инклюзивности, а её актёрская игра, будто она заканчивала школу актёрского мастерства имени Александра Невского. Абсолютно. Моё мнение – смотреть только если вам совсем нечего делать на праздниках. Или вы фанат MCU, но тогда вы уже его точно посмотрели. Ну а как по мне – обычный проходняк. Подведём итог. Хоукай – интересный персонаж, со сложной судьбой. Как и многие герои, придуманные в 20 веке, он имел уж слишком наивный ориджин и зачастую участвовал в неподходящих ему событиях. Но Бартон, выдержав множество изменений и наконец-то попав в руки подходящего автора, стал по-настоящему популярным. По-моему, это интересный прецедент. Я не знаю других таких случаев, когда устаревший персонаж был переписан под современные реалии и читателям это понравилось. Герой смог получить благодаря этому реально новое дыхание. Наверное, схожие случаи за последние годы – это только Веном и Халк. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч на просторах интернета! Субтитры сделал DimaTorzok